Внутри, в душе, сердце открытое. Хорошо, молодцы, молодцы. Ребята, но я добавлю, йога смеха, это то, чем мы сейчас занимаемся, подразумевает три цели. И первая цель, как вы правильно сказали, это здоровье. И когда мы занимаемся смехом, а смех это дыхание, почему йога, потому что это еще и дыхание, то у нас увеличивается объем легких, происходит больше вентиляция. Поступает кислород ко всем органам, улучшается кровообращение. Кислород, поступая в мозг, улучшает работу мозга. Это профилактика деменции, это профилактика всевозможных заболеваний, связанных с сосудом, потому что улучшается эластичность сосудов. И если лучше работает мозг, то это креативность, это творческие способности. Это уже здорово. Конечно же, это профилактика таких заболеваний, которые связаны именно с сосудами. Это инфаркт, это инсульт и так далее. Если у человека проблемы с давлением, особенно с повышенным, то вот ему прям показана очень йога смеха. Всем рекомендуйте. Если человек перенес ковид, то сейчас специально есть постковидные такие реабилитационные центры, где специально проходят именно упражнения, связанные с йогой смеха. Обязательно. Сейчас многие мы услышали, сказали о депрессии. Да, действительно, время такое турбулентное. Сейчас мы много очень за короткий момент пережили. Мы пережили ковид. Мы пережили изоляцию, когда нас собаки в намордниках выводили. Да, уже не наоборот, а именно вот так вот. Мы пережили инфляцию, кто-то ушел из жизни, кто-то переболел, кто-то потерял работу, у кого-то произошли еще какие-то форс-мажоры. Сейчас вот действительно и война с Украиной. Ну, много причин для переживаний. Ребята, но когда человек переживает, его иммунная система беззащитная. Он подвластен многим заболеваниям. Так вот, чтобы у нас была броня, а мы самим себе любимым, мы нашим близким и этому миру нужны какими? Здоровыми, красивыми, счастливыми. И только тогда мы сможем менять этот мир, как многие из вас сегодня уже сказали. Согласны? Согласны, да? Когда мы занимаемся смехом, йогой смеха, у нас происходит массаж внутренних органов. Работает пресс, обозначается талия, действительно снижается вес. И знаете еще, что заметила? Так как это гормон радости, то человек, который зависим от сладкого, вот что такое, когда мы зайдаем сладкое? Именно когда переживания, когда бессонная ночь, сидим там о чем-то переживаем перед компьютером, и хочется кушать, кушать, да, и сладкое. Так вот, смех – это заменитель, это гормон радости. И зависимым людям, алкоголикам, наркоманам очень показано также заниматься йогой смеха, потому что наш мозг, он не может просто так вот все бросить, а он может изменить что-то, одно удовольствие поменять на другое удовольствие. Так вот, когда человек занимается тренировками, связанными со смехом, он действительно получает удовольствие. И я думаю, это тоже вот огромный-огромный плюс. Дальше – фейсбилдинг. Но знаете, когда мы, опять-таки, переживаем, когда мы хмуримся, когда мы мало улыбаемся, мало радуемся жизни, то у нас вот уголки куда сползают? Сползают вниз, да? Но когда человек улыбается, у него задействована мускулатура мышц, у него радость на лице, и очень многие замечают, что человек становится светлее, лучезарнее, кожа подтянутее, и он выглядит моложе. Я думаю, даже то, что вот уже сейчас сказала, это очень важно. Правда? Второй момент. Второй момент. Для чего нужен смех? То есть первое – здоровье. Второе – это действительно счастье. Занимаясь йогой смеха, человек пробуждает в себе внутреннего ребенка. Ребята, вот сейчас мы видим, что кто-то стесняется выйти, кто-то… Там у кого-то какие-то есть внутренние блоки, зажимы, ограничения. Давайте просто вот сейчас это все выключим. Вот поверните ключик. Выключаем вот все наши комплексы, а включаем в себе ребенка. Ведь взрослые – это те же дети, правда? Включаем в себе ребенка, и сейчас мы с вами будем веселиться, сейчас мы будем с вами играть. Так вот, счастье – это еще эмоциональный интеллект. Что такое эмоциональный интеллект? Это понимать эмоции другого человека, свои эмоции. Мы часто не выдержаны, мы часто вспыльчивы. Я в том числе супер-мега эмоциональный человек. Вот вчера на своего партнера немножечко порчала, а потом говорю, что все хорошо. Да. Ну, вы здесь будете очень много проходить методик, связанных с тем, как управлять. Так вот, счастье, навыки позитивного мышления – это есть эмоциональный интеллект. Когда ты наполнен радостью, и когда ты принимаешь решение жить в этой радости. И третье – это мир во всем мире. Третья цель смеха – мир во всем мире. Потому что, когда человек улыбается, когда он может улыбнуться незнакомым людям, незнакомому человеку сделать комплимент, когда у него потребность светить этому миру, быть солнцем, быть за мир во всем мире, быть дружелюбным и активно нести вот этот свет в люди, но, конечно же, это способствует миру. И представляете, сейчас огромное количество вот таких клубов, людей, где собираются, чтобы посмеяться, чтобы провозгласить мир. И вот как психологи говорят, если тебе плохо, надо выкричиться, если тебе плохо, надо там бить подушку, да, выплакаться. А мы говорим – высмеяться. Будем высмеивать наши проблемы и смехом улучшать жизни. Будем все делать во имя мира на Земле, во имя радости и счастья. Ребята, существуют ли противопоказания? Да, их совсем мало. Практически нет. И ко всему, если есть противопоказания, то просто вы делаете это осторожно, но ограниченно. Например, если у вас недавно была операция и швы, которые могут разойтись, ну, естественно. Если беременность, там, угроза срыва, да, беременность, там, после 7 месяцев, тоже нужно быть аккуратными. Хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, что еще, если у человека психические какие-то заболевания, тоже очень-очень аккуратно, там, эпилепсия и так далее. Но во всем остальном, пожалуйста, вы можете смеяться, если вам даже сложно будет поначалу долго смеяться, то вы постепенно-постепенно, это тренировка, вы должны понять, что это такая же настоящая тренировка, как в спортивном зале. И если у вас будет болеть пресс, радуйтесь, потому что вы в это время сжигаете свои калории, и животик ваш уменьшается. Если у вас будет выходить какая-то слизь, отхаркивание, замечательно. То есть мы меняем свое дыхание, мы пускаем новый кислород, и все не нужно, мы выплескиваем. Если у вас будет зевота во время занятия, это очень хорошо, потому что ваш организм насыщается кислородом. Замечательно. Ну, а теперь, ребята, у всех у нас, ну, вот в это время своя шкала радости. Я сейчас услышала, ну, что, к сожалению, у многих какие-то проблемы, какие-то депрессии. Давайте вот замерим шкалу радости по десятибальной шкале. Вот примерно, чисто интуитивно. От нуля до десяти. Сами себе просто напишите цифру, какая у вас шкала радости. Там у кого-то тройка, четверка, пятерка, там двойка, может, единица у кого-то, шестерка. Вот сами себе замерьте, пожалуйста, шкалу радости. Сделали? Ну, а теперь, перед тем, как мы будем правильно смеяться, я вам напомню о пяти правилах смеха. И первое правило, ну, давайте мы его просто на практике пройдем. Вот положите одну грудь, одну руку на грудь, а другую руку на живот. Положите, и, допустим, можно встать, ребята, будет удобнее. Одну руку на грудь, другую на живот. И сейчас мы будем смеяться, ну, давайте, как злодей такой вот. И будем вот так. Давайте смеемся, включайте микрофон. Ребята, а теперь давайте будем... Мы будем смеяться на букву А. И не кхакха, потому что мы притыкаемся, и воздух плохо выходит. А легче всего смеяться на букву А. И сейчас вы это все прочувствуете. Итак, начали. Заметили? Заметили, что на букву А смеяться легче? Так. Итак, значит, первое правило, это мы смеемся на букву А. А, отлично. Следующее правило. Когда мы смеемся, мы широко открываем рот. Давайте немножко помассируем щечки. Ну-ка, проверим. У кого как широко открывается рот? И теперь широко открытым ртом на букву А. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-с. Следующее упражнение, ребятки, да, обращайте внимание, у нас еще будет минута смеха, когда мы все вместе садим. Следующее упражнение это мы смеемся как можно громче. Итак, на букву А широко открыв рот и громко. Приготовились? Закрыли пока на змеечку, слушаем. Дальше. Четвертое правило очень важное. Мы выдыхаем до конца. То есть, ребята, как можно дольше делаем выдох. Выдох. Все чемпионы смеха. У нас есть амбассадор смеха Митя Ефимов, который организовал Дом Радости. Так вот, пять упражнений, на которые он очень обращает внимание. И следующее упражнение это выдыхать до конца. Вот если вы хотите, чтобы все из вас вышло, а у вас смех был заразительным, классным, чтобы вы были чемпионами, нужно выдыхать до конца. То есть, когда уже воздуха нет, когда уже пупок прилип к позвоночнику, это уже все равно делаем. Давайте перед этим мы сделаем с вами такое упражнение. Сделали вот такие вот лапки, как у лягушки. И сейчас мы будем выкашливать. Выкашливать из себя все плохое, всю слизь, весь негатив, все стрессы, все накопившееся то, что нам не нужно. Хорошо? Итак, начали. До конца. Что где там с животом? Стратим. Если кому-то нужно сплюнуть, пожалуйста, рядышком, я в самом начале говорила, или водичку себе поставьте, тоже можете пить. Если нужно сплюнуть, слизь выходит, это очень хорошо. И теперь мы будем смеяться до конца. Громко, широко открыв рот, громко и полностью выдыхая воздух. Вот так, как вы сейчас это делали. В живот набираем воздуха. И поехали. Дальше выдыхаем. Дальше выдыхаем. Ха-ха-ха. Ну, так где до конца. Ха-ха-ха. 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 Очень хорошо получается. Прям вот так вот заразительно. Кто-то еще учится, потому что, когда мы просто проговорим ха-ха, это, ну, это тоже вообще-то влияет, конечно, но лучше вот делать все-таки по правилам. И последнее правило – это тело в дело. То есть сейчас мы поем на букву А, широко открытым ртом, громко, до конца. И тело в дело. То есть смеемся заразительно, смеемся ушами, глазами, носом, почками, сердцем, печенью, руками. Всем-всем. Приготовились? Встаньте все. И начали. Ха-ха-ха. 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 Ребята, знаете, чем отличается йога-смеха от йога-терапии? Смотрите, мы уже сказали о пользе смеха, и йога-терапия именно призвана исцелять человека, нести ему здоровье. Хочется много рассказать, но время много на знакомство у нас ушло, ну ладно. Рассказывай, рассказывай, не ограничено время, давай, Лариса, рассказывай, давай все, что идет, давай все. Хорошо, хорошо. Смотрите, йога-терапия – это когда человек с целью исцеления от тех или иных болезней, наверное, многие слышали, что йога-терапия, она исцеляет даже от таких очень серьезных недугов. Есть случай, микрофончики отключите. Микрофончики, пожалуйста, отключите. Так вот, смеха-терапия призвана исцелять людей, используя какие-то фильмы, анекдоты, КВН-ы, то есть что-то веселое, что вызывает смех. И здесь что происходит? Здесь включается мозг, и мы анализируем, а смешно, не смешно, опять-таки, взрослый ум. А может быть, кому-то эта шутка будет смешная, кому-то она покажется неостроумной или плоской и так далее. Кстати, как произошла смеха-терапия и йога-терапия? Есть такой человек, Норман Казенец, который болел неизлечимой практически болезнью, он не мог спокойно спать, ему постоянно кололи морфии, он не мог без боли подвигать суставами. И шансов вылечиться практически не было. И когда он уже отправился домой, ну, в таком тяжелом состоянии, уже врачи на него, как бы, надежды не возлагали, он где-то вот прочитал о том, что смех лечит. Ну, как спасающий за соломинку. То есть ему привезли много-много фильмов, он у кого-то там постоянно что-то шурчит. Ребята, выключите, пожалуйста, все микрофоны. Ребята, выключи сама у всех, да и все. Сделай. На участники нажми, там выключить микрофоны у всех. Так вот, Норман Казенец, когда стал заниматься смехотерапией, он обратил внимание, что ему стало лучше. Он впервые два часа мог спать без обезболивающего, без морфия. Представляете? Он стал активно это использовать. И постепенно, конечно, ему становилось лучше, лучше, лучше. Через некоторое время этот человек уже мог двигать руками, ногами. И спустя некоторое время он уже, представляете, скакал на лошади, он играл в большой теннис. И когда он встретил своего хирурга, одного из врачей, то он ему так крепко пожал руку, что это было красноречивее всех слов. И если, представляете, такие неизлечимые болезни, и даже как онкология, и есть случаи, наверное, многие видели, фильмы об этом, помогает смех, то мы можем сделать вывод, что смех – это наше природное лекарство, природная наша броня и сила для исцеления от многих-многих недугов. И есть такой врач, доктор-физиолог, который проживает в Индии, Мадан Катария. Его очень заинтересовал этот феномен. Он изучил книгу, которую написал Казинец, называется «Человек, рассмешивший смерть». И что он решил? Он решил исследовать это. И они вместе с супругой ходили по улицам, приглашали людей вместе посмеяться. И вначале-то было четыре человека, потом больше-больше. И через некоторое время уже очень много людей собрались, которые вместе друг другу рассказывали анекдот, веселые истории, смешили, веселили друг друга. Но через некоторое время анекдоты закончились, истории закончились, шутки стали плоскими. И как-то народ стал разочаровываться, не захотели уже слушать пошлые анекдоты. И потихоньку все стали говорить, что надо расходиться, что больше не имеет смысла это продолжать. Мадан Катария очень расстроился. Ему хотелось продолжать свои исследования. Он видел здесь очень большой исцеляющий эффект. И он сказал, подождите, давайте завтра мы еще раз встретимся, дайте мне одни сутки, я обязательно что-нибудь придумаю. Он пришел домой, углубился в чтение, он изучил огромное количество литературы, огромное количество. И вдруг Эврика, ему попалась фраза, что наш мозг не различает разницу между искусственным и настоящим смехом. Это действительно было большое открытие. Это была идея, за которую он зацепился. На следующий день он вдохновленный прибежал к своим ребятам и сказал, друзья, пожалуйста, давайте мы сегодня не будем смеяться над анекдотами, а мы будем просто так смеяться, хотя бы две.